горка это на сегодняшний аксессуар, который можно и не ставить, а давайте просто один год не поставим горку. Зачем она нужна? А сделаем горку в другом месте. И потом понимаете, как вы правильно сказали, что нужно задействовать другие районы. А почему я должна с Филийки ехать на театральную площадь? Чтобы прокатиться в горке. Но я хочу сказать, что мне ближе по месту жительства еще и маршала Конева, и в новогоднюю ночь там очень весело стоит одна елка. Ни горок, никаких скульптурного, этих самых навороченных ледяных. И очень весело, и всегда бывает гармошка, и всегда мы танцуем, и ходим вокруг елки хороводом, понимаете? Потому что атмосфера, атмосфера чувства, понимаете, Нового года. Елка, она стоит. Администрация ни при чем тогда получилась. Они должны создать, они должны создать какими-то огнями, поставить елку, включить музыку, например, какой-то фон должен быть новогодний. Театральную площадь уже начали готовить к Новому году. 6 декабря в Киров пришла первая машина с партией ледяных блоков для новогоднего оформления. Площади и лед этот к нам привезли из Тюмени. Напомню, всего на новогоднее оформление театралки в этом году потратят 14 миллионов рублей. К концу декабря площадь должна превратиться в веселую ярмарку. О проекте новогоднего оформления и о том, рационально ли тратить на него такие деньги, мы поговорим с нашими гостями. В студии общественник Константин Сичихин. Константин Сичихин, общественный активист, член общественного совета при Министерстве строительства Кировской области. И председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов Алла Буркова. Алла Буркова, председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов, член общественного совета при Министерстве строительства Кировской области, доцент кафедры архитектуры ВИАДГУ. Здравствуйте. Давайте обсудим сначала саму концепцию. Алла Марсовна, вы сказали, что этой зимой вы на театральную площадь не пойдете, она вас не вдохновляет. Почему? Последнее время у нас театральная площадь превратилась в детскую площадку. Мне на детской площадке делать нечего. Мне там не интересно. Я вышла из этого возраста, дети у меня выросли. То есть взрослым людям нет развлечений. Да, но в последнее время я не вижу развлечений для взрослых. А вообще-то любая театральная площадь, которая оформляется на новогодние празднества, всегда учитывала все возрастные слои населения. И я как-то к этому уже привыкла. И вот в последнее время, я говорю, что, наверное, лет пять, площадь стала потихонечку-потихонечку превращаться в детскую площадку. В этом году она явно стала детской площадкой. А что было до этого? Ну, вот были сказочные герои, которые особенно были еще в советские времена. Вот помню, были огромные скульптуры, там, где были интересные горки. И они были, причем эти горки были сделаны дополнительным аксессуаром к этой вот какой-то композиции. Я даже посмотрела некоторые материалы, где была и Дымковская игрушка, и Хозяйка Медной горы, и где-то там был конек-горбунек, и где-то там, в общем, наши все богатыри. В общем, все это горки были элементом аксессуара, она была не главная на площади. А вот именно площадь украшали скульптурами снежными. Я хочу сказать, да, они выглядели снежными, потому что понятно, что и фотографии черно-белые, где-то я тоже не все помню. Но ближе вот уже к такому возрасту, как уже память больше такая юношеская, взрослая. И мне все время, с каждым годом становилось все неинтересно быть на площади. А вы чего хотите там видеть? Я бы, например, хотела видеть там ледяные какие-то скульптуры, композиции. Они там будут. Я видела, будет мышь высотой 2 метра. Где-то. Где-то. Ну вот пока, пока, в эту субботу вот так вот выглядели Дед Мороз и Снегурочка, их начали лепить. Мы видим, вот сейчас пока кировчане как-то немножко со скептистом относятся к этим фигурам, говорят, что... Ну, это издержки производства, так скажем. Поэтому авторы ходят, смотрят правильность выполнения технического задания уже по проекту и требуют, чтобы была ледяная фигура. Но сейчас вот делают пока из снега, то есть это уже нарушение технического задания? Да, это уже нарушение, да. Ну вот смотрите, как у нас всегда бывает. А мы не успеваем, пусть будет так. Но если мы так будем относиться к этим вещам, так так и будет. А лед-то ведь уже привезли? Ну, так уж не весь привезли. И он уже и тает у нас. Значит, будет дополнительно привозить. Значит, какие-то еще будут ситуации. Это нужно всегда предвидеть. У нас не первый год, в 14 декабря идет дождь. Хотя на сегодняшний день, и сегодня только еще девятое. Поэтому было у нас такое, что мы 25-го только видели снег. И за пять дней у нас так быстро делали площадь. Погода меняется, погода меняется, и надо уже уходить от скульптуры, из снега, из льда. Надо переходить маленько к другим скульптурам, потому что меняется тенденция, меняется погода. Мы сами с вами видим, что зима в Кирове становится все теплее. Пусть не с каждым, но по крайней мере, если брать десятилетиями, то зима становится теплее. И нам теперь уже приходится лед привозить. Раньше когда-то еще в Кирове где-то лед в северных районах искали. А сейчас мы уже из Тюмени везем лед. Кто откуда, каким-то образом, главное осуществить какую-то мечту. Мечту согласно того контракта, который прописан. Почему нельзя применять другие технологии, которые применяются. Вы не согласны, вы думаете, что ледяные должны быть скульптуры? Не обязательно, что прям вот все. Но да, почему бы нет, не проводить конкурсы на площади. И у нас что, училищ нет художественных, где можно все это сделать. И студент за зачет и за экзамен сделает вам шедевр. Нет, но вопрос в том, что действительно тает все. А с чего он сделает это шедевр? Снега нет. Ну нет снега. Вот вы посмотрите, вы проедете по городу. Где взять снег? Нет, без этого грязного снега делать нельзя. Конечно, его надо везти опять. Везти откуда? Везти не с южных регионов. Ну просто в прошлом году к нам приходил Дмитрий Печенкин. Мы обсуждали как раз новогоднее оформление. И по результатам торгов мы видели, что самая большая сумма ушла как раз на лед, на перевозку его. Даже не на вырубку, а на перевозку. На транспортные услуги это самое дорогое. Да, мы с ними разговаривали, может быть, действительно стоит отказаться от этого льда, какие-то другие конструкции придумывать. Он говорит, да, мы подумаем, действительно, может быть. Понимаете, в снежном краю жить и видеть остов, скелет от какой-то фигуры, значит, тоже неинтересно. Но почему в Санкт-Петербурге это может быть? Почему это может и в Нижнем Новгороде те же фигуры? Но они, может быть, могут себе позволить, у них есть на это деньги. Понимаете, как бы получается, что мы везем природный лед. Можно же его делать искусственный. Откуда вы знаете, что это природный лед? Мне кажется, что искусственный. Я говорю, что может быть... На мой взгляд, в Тюмени погода никак не была намного холоднее, чем в городе Кирове. Если я посмотрел по календарю, там погода в среднем была минус 3, минус 5, там не было минус 20. Чтобы наморозить такой лед, вот с такой толщиной, эта погода как минимум должна была быть минус 15 на протяжении 2-3 недель. А я видела, что из какого-то озера там вырубали его. Мне кажется, это больше искусственный лед. Это может для видения, для картинки сделали. Тем более тогда зачем его из Тюмени везти, этот искусственный лед? Потому что там есть технологии, которые могут намораживать этот искусственный лед. В течение пяти лет мы говорим об этом льде. О том, что его у нас нет, что нам нужны холодильники, что нам нужны какие-то установки для того, чтобы этот лед был здесь. Еще было... Я вот не знаю, права я или нет, но как-то краем уха слышала, что пытались сделать и у нас здесь на хладокомбинате этот лед, но, видимо, что-то у них не получилось. Если бы у них получилось, лед был бы свой. Поэтому, может быть, тоже дорого, опять-таки, упирается все в деньги, но на сегодняшний день мы говорим о том, как это сделать. Давайте мы акцент делаем, там театральная площадь, театральная площадь, да? У нас город не единый, театральная площадь. У нас есть другие места досуга, где можно сходить и погулять. Но почему-то про них-то ни слова не говорится, как они будут наряжаться, да? Как Кочеровский парк будет выглядеть, как у нас Кочеровский парк будет выглядеть, как у нас будет Парк Победы будет выглядеть. На Валятскую набережную собираются украсить елку там поставить. Собираются. На дворе-то уже какое число-то собираются. Вот вообще, кстати... У нас, понимаете, вопрос-то, Новый год – это настроение. Новый год – это какое-то, знаете, какое-то такое чувство детства, да, должно быть. И оно должно быть, оно должно сопутствовать с тобой на протяжении какого-то времени. Начиная там с 10 декабря, ты должен приехать, ты должен ощущать, что вот Новый год. Мы сейчас с вами, когда заезжаем в город Киров из другого региона, вот я недавно приехал, мы не ощущаем этого праздника. Я приехал, и вот здесь на сегодняшний день нет этого праздника. А потому что к 25-му числу по условиям договора должно быть оформлено? Понимаете, мы должны этот праздник давать гражданину города Кирова, да, заранее, чтобы он уже ощущал, чтобы он с таким настроением подходил. В магазинах уже с конца ноября все украшало. Да, все магазины, все супермаркеты, все большие магазины, они начинают с 1 декабря, там, с середины ноября уже наряжаться. И давать это ощущение человеку, что покупатель, когда пришел в магазин, он видел это ощущение, чтобы ему хотелось что-то купить под Новый год. Город ничего ради этого не делает. Нам говорят, что вот Новый год 25-го, так давайте 25-го поставим елку, нарядим, а 1-го января и уберем. И все, зачем? Зачем это такую показуху какую-то устраивать? Нам надо давать ощущение гражданину. И начинать это делать не 25-го декабря, а 1-го декабря, чтобы были гирлянды по городу. Вот сейчас проедете по городу вечером, вы что-то ощущение какое-то получаете? Да нет, мы просто живем в каком-то мраке. Мраке с грязными улицами, с кучей песка на тротуарах, я на сегодняшний день считаю, с плохим освещением. Даже то освещение, которое меняется по энергосервисному контракту, это плохое освещение. Нам обещали, что в рамках энергосервисного контракта будет красивый город, наряженные здания, как-то подсветка будет сделана. Мы этого не видим. И сейчас говорить речь о театральной площади, так она, это лицо театральной площади. Какой город, такая театральная площадь. Мы не видим с вами на сегодняшний день театральную площадь, мы не видим город, поэтому куда бы мы сейчас не заехали, там, с какого бы направления, со стороны, не знаю, Пермского направления, вышли бы из ЖД вокзала бы, прилетели бы в аэропорт. Мы не видим этот новогодний праздник, мы просто его не ощущаем. И вот нам и повезут, лед там, из Тюмени, из Казани, еще откуда-то. Может, действительно нужно проводить конкурсы, и там не только на театральную площадь, но на каждый парк, например, разыгрывать. Вот Алла Марсовна, сколько может стоить проект? Насколько это дорого? Ой, давайте за счет денег я вот с вами не буду обсуждать, потому что я все-таки не экономист, а больше архитектор. Но то, что у нас есть большая плеяда архитекторов, дизайнеров, градостроителей, выпускаемые в ВИАДГУ на двух факультетах, дизайнера и кафедры архитектуры, где можно проводить все это в рамках учебного процесса. И как говорят, ой, вот у нас осень, студенты еще не успели раскачаться, а зачем нам нужна осень? Вот Новый год, сессия закончилась, второй семестр начался, и давайте под настроение Нового года и делать эти конкурсы. К маю месяце администрация города получит огромное количество разработок, в которых она просто утонет. А как вы думаете, почему сейчас этого не делают? Ну это должна быть инициатива заказчика, то есть это администрация города. Почему не делается, не знаю, я за них не могу за это ответить. Но то, что студенты участвуют с удовольствием, я уже говорила, за зачет, за экзамен, даже за то, что он просто участвует, он уже получит зачет. И это студенты знают. И мы участвуем во всех конкурсах, которые проводятся в городе, в области. А если еще и первое место занимают, то, что у нас есть опыт такой, вот в Слободском ребята заняли первое место по благоустройству центральной площади, они явно знают, что у них по данному предмету будет пятерка. И они с удовольствием это делают, зная, что дальше будет вот такая ситуация. А вот если это еще оплатят, то им к стипендии это принятно, им приятно. Но это не какие-то миллионы. Ну конечно, это не какие-то. Но дело-то в том, что если мы говорим, да, призовой фонд, он все равно в тысячах будет рассматриваться. Может даже с одним нулем в тысячах, а не с двумя. Как, в принципе, именитые архитекторы-то и хотят всегда, чтобы всегда было два нуля. Хорошо, когда шесть еще. Вот, и в принципе вот такая ситуация, и я думаю, что это очень давно нет этих вот конкурсов. Ну и с 15 миллионов можно один выделить? Конечно можно, конечно можно. Раз один-то много, я думаю, для студентов. Ну полмиллиона. Ну да, выделить, и вот правильно, что начинать надо под новогоднее настроение. Да, под новогоднее, и причем, понимаете, студенты, они вот такого возраста, вот как бы они оформили данную площадь, как бы они когда пришли бы туда. Опять-таки мы точно, я вот вас поддерживаю, Константин, что мы не рассматриваем весь город, а только вот эту площадь. Вот зацепились за нее, как за якорь, но на сегодняшний день мы убрали с площади ярмарку вообще и стали рассматривать ее как административную. Я это приветствую. Зачем все это захламлять на главной площади? Давайте так же, по этому же пути пойдем и по новогодней площади. На Красной площади делают большой лед. Давайте мы сделаем просто большой лед с елкой. Там ярмарка еще. Каток, да, вот этот каток. С ярмаркой, как вы правильно говорите. А без общепита туда как бы скучно. Где-то чаек, где-то кофе, где-то сбитень, где-то вот эти... Ну понятно, что это все равно. Но вот опыт-то ведь есть. Концепция, по сути, нашей театральной площади, она такая сейчас и предусмотрена, что это катковая зона с горками и с ярмаркой, с несколькими фигурами. Но вопрос-то, опять же, да, почему нельзя пытаться за счет ВЯТГУ, за счет студентов оформлять город. Не только ВЯТГУ, можно еще училища в 10. Не только если училища, за счет студентов, тех, кого, по сути, которые будущие архитекторы, которые будущие должны творить город. Да вообще сами идут и сами себе создают праздник. Что хочется, ты же... Мы же сами говорим, что настроение мы должны создавать себе сами. Вот мы какое хотим создать себе настроение? Вот такую площадь хотим видеть. Тем более они молодые, прогрессивные. Они знают, чего хочется. Можно создавать молодежь. Желание ведь онлайн за лучший проект, чтобы люди выбирали. Так это уже дальнейший путь, я имею в виду, что тут уже объявляйте конкурсы, давайте обсуждать. В сети обсуждают только очень хорошие проекты, и выбираются хорошие проекты, и комиссия создается хорошая. Причем, понятное дело, что с заказчиком вместе. И то, что, например, на сегодняшний день у нас до сих пор никак нигде не оформлены наши многострадальные овраги, где вот явно можно было сделать горки любого уровня. Сейчас нам нужно на минутку прерваться, а после продолжим. Это Жорсовет, и сегодня мы обсуждаем новогоднее оформление Кирова. У нас в гостях общественник Константин Сичихин и председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов Алла Буркова. До этого, значит, мы разговаривали о том, как Киров украшают к Новому году. Я тут посмотрела, как украшают соседние города. И вот мне было интересно, что почему-то Нижний Новгород на оформление к Новому году потратит всего 10 миллионов. Потому что, все вероятнее, они привлекли спонсоров, спонсоров привлекли предприятия, привлекли, опять же, торговые центры, которые могут за свой счет облагородить территорию вокруг торговых центров. У нас ведь тоже давно уже ведется разговор о том, что нужно привлекать бизнес к оформлению. У нас, понимаете, у нас по многим вопросам ведется разговор, но по этим многим вопросам ничего не решается. Даже если мы возьмем с вами хорошее мероприятие Urban Forum, которое проводится уже второй год в этом году, то по окончанию Urban Forum мы с вами не видим пока ни одного действующего проекта, который был в окончании реализован. Почему же нельзя в рамках Urban Forum проводить эти конкурсы по оформлению театральных площадей, по оформлению других зон отдыха города Кирова? Как-то это менять, менять жизнь и менять ее в более благоприятном отношении. Я думаю, к этому моменту и бизнес пойдет. Было же время, и на сегодняшний день мы с вами наблюдаем, что, например, возле улицы Ленина и улица Ленина, улица Воровского стоит такой куб круглый одного банка. Это тоже была инициатива банка с одно время, и он дает хоть какую-то, не знаю, едешь, какую-то эмоцию дает, просто эмоцию, потому что он такой яркий, такой красивый и такой новогодний, можно так сказать. Почему же нельзя бизнес привлекать в таком направлении? Опять же, Петенкин говорил про то, что да, они работают над этим, чтобы привлекать. А еще, кстати, мы говорили про лоты в прошлом году. У нас был Алексей Кузьмин в гостях, экс-депутат Гурдумы. И он говорил о том, что неплохо бы было разделить лоты, и тогда бы, может быть, сумма уменьшилась, потому что мелкие предприниматели, они бы боролись там, кто-то освещение делает, кто-то там один парк, кто-то другой, и можно бы было цену забивать. То есть нужно все делить. Да, и Петенкин говорил, что да, да, конечно, надо опять же, но вот в этом году мы видим, что опять все одним логом. И каждый год, каждый год просто сколько мы обсуждаем, одни и те же ошибки, ничего не меняется. И они каждый год говорят, что мы учтем это на будущий год, но почему-то ничего не происходит. Это в каждом направлении у нас каждый год говорят, и ничего не меняется. Почему? Да потому что администрация такая, потому что администрация работает, это же печенки, которые каждый год вам обещают здесь в студии, и ничего не меняют, да, потому что не хочет ему, ну, наверное, неохота менять что-либо, главное сидеть на этом месте, получать эту зарплату, которую он получает, да. Мы его сегодня, кстати, звали сегодня на программу, но он, к сожалению, не смог прийти к нам. Не смог прийти, просто стыдно, стыдно приходить, потому что человек обещает и ничего не делает. Задавите этот же самый вопрос, почему вы не сделали, да, ну, мне было некогда, и тому подобное. То есть я в уртинии. Поэтому на сегодняшний день вот мы живем в такой ситуации, в которой происходит, когда мы выходим на улицу и видим вот эту слякоть, эти лужи, да, этот песок непонятно откуда взявшийся, хотя нам тоже обещали, что будут новые реагенты. Да, кстати, в прошлом году сам Шульгин сказал, что, ну, вот мы в этом году воспользуемся старым методом, а вот на следующий год у нас уже будут наши, вот, знаете, мне так хотелось увидеть, что же будет, потому что все-таки в северной столице, в столице в Москве видишь все-таки не грязь вот эту, а чистый асфальт, во всяком случае, да, и все эти моменты, это есть, это есть возможность такая, почему нет, ну, я думаю, что это больной вопрос малых городов всех, вот, что у нас соленая-песчаная смесь, да плюс еще может быть только песчаная, а в некоторых моментах может быть только соленая, потому что... По поводу слякоти, может быть, во всех городах, по поводу такого количества песка, я очень много бываю в небольших городах, вот недавно в Вологде был, да, там нет такого количества песка, просто нет, ну, да, там была такая же слякоти, там просто тоже перепад температуры, снег тает, лужи, но этого количества песка, которое мы наблюдаем на наших улицах, но его просто там нет. Вопрос, почему так благоустройство, ну, мы с вами тут, конечно, не о благоустройстве, больше о Новом Годе, о празднике, да, но все сводится к этому. Как еще донести тогда до наших властей вот предложения вот эти общественности, они же, в принципе, стараются вроде бы сейчас прислушиваться к людям. Ну вот, что нужно сделать? Кому нужно куда пойти? Вы просто понимаете, опять же, стараются. Вопрос, где хорошие кейсы на сегодняшний день, где какие-то хорошие проекты, которые реализованы, а которые не просто на словах, которые на деле сделаны, их нету просто. Если они, вот где они? Я бы хотел бы их увидеть. Это тогда, ну, то есть, вот в этом году мы, ладно, потерпим, выйдем на эту театральную площадь. Мы терпим уже 7 лет. А на следующий год у нас 25 миллионов собираются выделить на оформление. Вот, я хочу сказать, что последние 7 лет мы терпим вот это состояние. И у нас глава администрации за 7 лет уже сменились их 3. То есть не в главе администрации дела? Абсолютно не в главе администрации. Это не в личности. Давайте так, не в личности. Не в личности. Не в личности дела. В самой системе проблема. Пусть они эти вопросы решают сами. Но вот именно, что праздник-то наш, свой собственный, надо вот именно вот это делать. Дело-то в том, что я понимаю, что сейчас мне сейчас скажут, что раньше мы делали за идею. А сейчас идеи нет. Ну, и тут уже, опять-таки, от каждой, от личности зависит. Будут ли у нас в конкурсе участвовать наши учебные заведения? Но попробовать-то тоже можно. Мы точно так же делали свои конкурсы архитектурные. Тоже думали, что мало будет у нас участников. Бывают участники. И даже в такие времена, в начале этого века, когда делался конкурс на Северные ворота, на Южный берег, на Чистые пруды, это были конкурсы. И все равно, вот, как получается, что если ты выиграл в этом конкурсе, тебе это будет работа. Работа, потому что не было денег, не было. Вот, ну, понимаете, вот эта жизнь диктует, как нужно делать дальше. И поэтому получается, что все равно сейчас вот очень хорошо все обсуждается в интернете. А ведь в начале этого века интернет не так был. Нет, интернет-то был, но не так сильно он был у нас здесь, внутри, в городе, развит, и мы пользователи не такие были. А сейчас продвинутые все, у всех гаджеты все это есть. И каждый может высказать свое мнение за ником. Никто может не понять, кто это. Но все равно, мнение, оно есть мнение. Сейчас Илья Шульгин же вышел у нас в сеть, можно ему писать все, что угодно. Почему-то не отвечает. Да и не надо, пускай не отвечает, он хоть читает. Но не факт, что и читает. Ну, ладно, это тоже на его совести, пусть это будет так, как ему нравится. Хотел бы по поводу еще аукционов прокомментировать вот эту ситуацию, то, что там экс-депутат говорил по поводу деления аукционов. Так у нас практически один аукцион на одну театральную площадь. Да, я специально сегодня смотрела документы. Как ее делить-то театральную площадь? Часть там угорки одному отдать, часть другому отдать. Ладно бы у нас там один большой лот был на весь город, и один подрядчик отвечал за весь город. У нас практически один аукцион на одну театральную площадь. Вот у нас нет денег больше. Есть 13 миллионов, мы решили за эти 13 миллионов хоть маленький пятачок как-то сделать красиво. Как-то сделать, разукрасить этот пятачок. Но в итоге получается, что не получается его разукрасить, эти даже 13 миллионов. Мне кажется, 13 миллионов – это большая сумма, на которую можно при желании без жира покрасить. Она уйдет, как вы говорите, на перевозки. Да, она уйдет на перевозки, на транспортные расходы, на лед, который мы пытаемся вести. Может быть, все-таки свой собственный делать, значит, это надо модернизировать предприятия, которые могут делать этот лед здесь? Нет, вот вы просто понимаете, вот вы правильно сказали про Москву, например, как бы, как по Москве. В Москве же там бордюры из-за льда не делают на Красной площади, да? Там обычные, стандартные бордюры разукрашены, красиво там сделаны, да? И все. Это намного… Вот если спросить, сколько они… Ну, понятно, они там больше тратят денег, да? Потому что это содержание, но это еще другие моменты. И это тратить не… Вот Красную площадь наряжает не Москва, не за счет бюджета Москвы. Это наряжают за счет бюджета торгового центра, который стоит рядом. Это гум. Вот. И, по сути, вот все, что происходит на Красной площади, если… Это гум. Это, да, это все деньги частного бизнеса на сегодняшний день. Да, ему разрешили каждый год на Красной площади делать вот это шоу. И он это делает за свой счет, потому что это имидж. Вот здесь, конечно, администрации надо на следующий год не тратить 25 миллионов, которые запланированы, а вот этот год, который есть, запас. Потому что, ну, этот год уже все. Этот год уже контракт отыгран, будем праздновать, как будем праздновать, елка будет наряжена, лед привезут опять, привезут из Тюмени. Ну, будет как есть. А вот следующий год, вот надо администрации задуматься все-таки… Вы всегда верите? Я верю. Я всегда верю в лучшее и буду верить в лучшее, да. И администрации надо задуматься все-таки эти 25 миллионов потратить с пользой. Может быть, город-то нарядить, а театральную площадь пусть бизнес наряжает, да. Потому что мне охота видеть, когда я ухожу из железного, там, дорожного вокзала, с аэропорта, я хочу уже чувствовать этот Новый год, понимаете. И чувствовать не 25-го, 26-го декабря, а уже первого. Ну, площадь привокзальная, у нас там немереное количество торговых площадей. И места очень много, можно маленькое. Нет, я имею в виду там разные… Есть кого привлечь, да? Есть кого привлечь и предложить. Конечно, там. Ну, прислушаются ли городские власти к мнению кировчан, мы уже увидим в следующем году. Возможно, также соберемся с вами и обсудим, что ничего не происходит. На этом все. Я напомню, что обсуждали мы сегодня новогоднее оформление Кирова. У нас в гостях был общественник Константин Сичихин и председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов Алла Буркова. Мне помогала моя коллега Надежда Ведерникова. До свидания. До свидания. Вот давайте возьмем набережную Новоавятскую. Вот про нее так все говорят, набережная, набережная Новоавятская. 41-ю на набережную Новоавятскую не сходит. И что не сходит, я хожу. Далеко. Уезжая машина же есть. На машине, точно, на машине приедете, но вот пешочком прогуляться через аварийный, опять же, переход, и плюс там, не знаю, каким образом по дороге прогуляться. Но если больше некуда, хоть и это есть. И это хорошо. В 41-м там есть свой парк, правильно? Там есть площадь, хоть какая, но площадь, да, вот это надо набережать. Там каток собираются сделать в парке ЛПК. Это же замечательно, если вот такие участки, такие зоны, их будет больше в городе. И когда люди будут просто-напросто, и не надо ехать правильно. Так зачем тогда такие огромные деньги тратятся на театральную площадь? Нет, другой концепции, она не меняется. Мы же про что говорим? Про то, что эту горку ставят уже десятилетиями на театральную площадь. Давайте поменяем концепцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...